Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Друзья, пятница продолжается на телерадиоканале Страна.ФМ у нас наука и технологии. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калина и гости. Друзья, в нашей студии сегодня проректор Государственного университета управления, профессор, доктор экономических наук Ксения Якимова. Здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли, тем более у нас такой повод. Дорогие друзья, 6-7 декабря в ГУ пройдет уникальный форум, второй международный научный форум, узнаем мы и об искусственном интеллекте, и о цифровой экономике и так далее. И как раз ГУ выступил организатором этого форума. Ну, рассказывайте, осталось так немного времени. Осталось, да, так немного времени, осталось так мало возможности зарегистрироваться, потому что колоссальный интерес к этому форуму, к этому мероприятию. ГУ проводит его уже второй раз. Делает шаг в будущее. Делаем шаг в будущее. И в этом году тема, которая заявлена вообще для обсуждения, это революция в управлении, новая цифровая экономика или новый мир машин. То есть, на самом деле, так заострили проблему, что первично человек или искусственный интеллект, и собрали очень интересных спикеров. То есть, в первый день 6 декабря сейчас уже более тысячи участников зарегистрировано. Но еще можно попасть. И продолжается регистрация. Да. У нас большой зал, поэтому мы всех ждем. И в связи с этим основная тема, пленарная дискуссия, это цифровая экономика, как избежать цивилизационной катастрофы. Такое возможно. А что за катастрофа, Ксения? Какая вот катастрофа? Люди будут не нужны? Вот это, наверное, основная проблема. Чем занять? Миллиарды? Ну, миллиарды занять, конечно, можно, но кто правит вообще миром? Человек или машина? Поэтому вот такие столкновения технологических вызовов в цифровом формате и гуманитарных вызовов вместо человека, вот это та тема, которую мы будем обсуждать. У вас очень любопытные спикеры будут, да? Оба дня будут достаточно насыщенными, интересными. Давайте несколько слов тоже об этом расскажем нашей аудитории. Кто будет выступать? И в каком формате это будет? Такой формат лекции, мастер-класса или общения? Насколько это возможно? И для кого это будет интересным, форум? Этот форум интересен вообще широкой публике. Ну, во-первых, мы все пользователи, да? И все пользуемся цифровыми инструментами. Конечно. И в связи с этим каждому нужно понимать, да, где он совершает ошибку, где он подвергает себя риску. И куда мы движемся вообще. Где он, в принципе, растворяется, да, в этом цифровом пространстве. И особенно интересно это работникам высшей школы. По той простой причине, что мы несем в массы с новым инструментом и с новым правилом образовательный контент. Поэтому мы ждем здесь представителя Министерства науки и высшего образования. Ожидаем мы Екатерину Геннадьевну Бабелюк. Она приедет с новой информацией и поделится с нами, как вообще наш учредитель, прежде всего, Министерства науки и высшего образования, видит развитие дальше и реализацию программы развития образования нацпроекта. То есть это с одной стороны, а с другой стороны это представители банковского сектора, финансового сектора. Мы ждем Аксакова Анатолия Геннадьевича. Будут ли вообще бумажные деньги, или их уже не будет? А вот этот вопрос мы зададим. Интересно, да, я сейчас уже говорите. Что там с биткоинами и криптовалютой? Ну, а про биткоины вообще все будет интересно. Это вторая часть, я о ней чуть позже скажу. Там Российская Академия Ассоциация Криптовалюты и Блокчейна, собственно, занимает такое значительное место. Ну, это вторая часть после обеда. А первая часть пленарной дискуссии у нас, помимо того, что будут такие экспертные мнения и обсуждения, у нас приезжает такой эксперт в области интернета, электронного бизнеса Тим Коул. У него достаточное количество уже на сегодняшний день книг о месте человека в интернете, о развитии, о предпринимательстве в эпоху цифровой экономики. Мы его ждем. Он оба дня будет? Он будет один день, и мы ему даем время. Он выступает вообще с потрясающим прорывным докладом. Десять невыученных уроков Дикого Запада. То есть он говорит о будущем цифрового общества. Поэтому ему дадим время для того, чтобы он выступить мог. Это такой, знаете, очень немножко такой резонансный доклад, который, ну, так заострит все эти темы, которые привезет нам. С одной стороны учредитель, с другой стороны, да, вот финансовое сообщество. Услышим мы представителей академического института. Рутюна Витясян у нас будет выступать. Это директор института системного программирования Российской академии наук. Ждем мы потрясающих ученых. Это представители Китайской народной республики. Приезжает Ма Цинга, профессор научно-исследовательского института нейроэкономики. Он, собственно, известен тем, что понятие нейроэкономики и управление в этой части введено именно им. Им активно пользуются сейчас. Приезжает Вен Циндун. Это директор Центра исследований проблем рынка и потребления Гуандонской академии общественных наук. И, собственно, вторить им будет Зинченко Юрий Петрович. Это президент РАО и декан факультета психологии МГУ. То есть вот такая интересная... То есть тут, наверное, как человек именно будет во всем этом существовать. Да, вообще движение человеческого мозга, повторяет ли оно движение искусственного интеллекта, да? Сможет ли оно побороть его? Вот эти основные темы... Расскажут ли, Ксения, скажите, когда будет искусственный интеллект уже в полном объеме? То есть тот искусственный интеллект, с которым можно считаться? Вот какая-то такая информация будет? Считаться вообще необходимо. И главное здесь, наверное, не заиграться. Потому что в основу любого искусственного интеллекта все равно будет положен интеллект человека и труд человека. Просто труд человека становится для того, чтобы заработала вот эта вот машина, научилась работать. Алгоритм надо обучать. Лишь бы не переучить, друзья. Лишь бы не переучить. Сейчас сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Будете в компании. Фильм «Атрица» буквально его. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, мы продолжаем. Ксения Якимова в гостях у «Страны.ФМ». Проректор Государственного университета управления. Профессор, доктор экономических наук. Вот скажите, пожалуйста, Ксения, меняется... Вот вы это уже ощущаете, что и управлять нужно по-другому. Вот сейчас людьми. Вот в силу того, что сознание меняется, скорости меняются, мышления меняются, технологии меняются. Технологии меняются. Вот управление, просто организовывать людей тоже нужно уже по-другому как-то? Конечно. И начиная с того, что инструменты меняются, да, вот мы их перечислили с вами, и человек сам меняется, да, и скорость мышления меняется, и поток информации меняется. Поэтому есть какие-то компетенции, которыми лидер и управленец, которых вот уже сто лет на следующий год мы празднуем, Государственный университет управления выпускает в жизнь, есть какие-то компетенции, которые сохраняются, они едины. При любом варианте, да, то есть испокон веку люди, которые шли впереди, организовывали процесс, они вообще должны вести за собой людей. И вот эта способность, она не меняется от того, какие инструменты сегодня используют люди. Во-вторых, это новаторство. То есть если мы ведем, мы должны вести людей к чему-то новому. Сегодня вот процесс цифровизации может ведь привести к такому хаотичному движению, правда? Каждый человек вовлечет в поток информации, каждый получает бесконечный объем контента. Даже утоплен в информации. Абсолютно. Вот лишь бы все вместе дружно не потонули от того, что все делают разнонаправленные движения. И причем все такое поверхностное, неглубокое какое-то знание. Вот отовсюду идет шум какой-то информационный. На самом деле, да, человек даже, меняется его способность потреблять информацию. То есть прочитать книгу от начала до конца. Уже сложно. Да, прочитать один пост. От начала до конца не прыгнуть на какую-то соседнюю ссылку, не оторваться на какие-то дополнительные дела. Рекламка всплыла и все. Всплыла и увела тебя от основной мысли. И поэтому, ну зато, представьте себе, какая тренировка вообще человеческого ума, интеллектуального уровня для того, чтобы потом вернуться к основной теме. Ну и в конце концов, вот это умение вдохновлять людей для того, чтобы с тобой люди рядом шли и выполняли серьезные задачи. Это те компетенции, которые вот на самом деле с одной стороны дает Господь Бог, а с другой стороны их можно воспитывать в себе и тренировать. Вот только хотела спросить, вот все-таки это талант или это можно, это навык, который можно воспитать, потренировать? Я думаю, что это такой, знаете, очень хороший синергетический эффект для человека, который с одной стороны уже родился со способностью вести за собой массы, а с другой стороны он это в себе воспитывает. Другое дело, что на сегодняшний день меняется и способ воспитания управленца. Если мы посмотрим, еще буквально 10 лет назад, это хороший учебник, один, два, не больше, чтобы не путать вообще разными подходами студента. А сегодня это онлайн-платформы для образования, это различные подходы к методикам преподавания, то есть это кейсы, это практические ситуации. То есть все то, чтобы за короткий период времени дать эти компетенции будущему управленцу. Но нет ли расфокусировки вот в данной ситуации? Если учебники, как бы он человек сфокусировался на двух учебниках, да, или там на трех учебниках, и все. А здесь много источников информации. Как бы рассеивается, да, внимание. Здесь важно, чтобы рядом с подрастающим поколением, да, со студентом, слушателем, и даже не самым подрастающим, потому что все же на сегодняшний день образование длиной в жизни неизвестно, какие компетенции тебе завтра понадобятся. Ну да, и вообще будут ли эти профессии, которые сейчас... Да, какие профессии будут в будущем. Но на самом деле кто-то должен вести и немножко ограничивать этот контент, направлять, направлять слушателя. Вот это сегодня становится основной задачей высшей школы. Это действительно так. А по профессиям... Да, да, да. Вот какие сейчас... Вы можете вообще вот сказать, вот я советую, вот я как человек, столько лет работающего в образовании высшем, рекомендую все-таки вот это, вот это и вот это. Вот такие профессии будут востребованы. Или так нельзя сказать? Ну, например, уже на 2019 учебный год, да, который начнется там в следующем году. Ну, ведь сегодня важный вопрос не в том, какие профессии, а как вузы преподают студентам. То есть важно ведь не перегрузить сегодня содержательным теоретическим материалом. Им его много. И подчас студенты сегодня, вовлеченные в ту или иную сферу, они знают и начитаны больше преподавателя. Но только преподаватель видит, да, вот эту стратегию движения, да, как структурировать, как правильно подготовить. И поэтому, мне кажется, сегодня очень здорово меняется сам способ преподавания с позиции не выучить, зазубрить и дать информацию, а показать, где ее взять и как ей правильно воспользоваться. Поэтому мне кажется, что если мы сейчас с вами поставим задачу 2019 года, ну, 2019 год это не так далеко, можем еще прогнозировать. А вот поставить себе задачу, да, 2050 года, предсказать, что там будет, я думаю, что там будет человек абсолютно должен быть готов несколько раз менять траекторию своего образования. Потому что важно переквалифицироваться. Важно переквалифицироваться. Ну, правильно, мы когда-то говорили, да, нужно выучить китайский язык. Ну, возможно, к 2050 году, ну, какой-то Google-переводчик будет спокойно транслировать вашу мысль, причем на всех диалектах, на которых вы хотели бы это делать. Вот он, искусственный интеллект. Другое дело, что человеку надо иметь компетенции, чтобы этот искусственный интеллект заставить... Работать на тебя? Да, в кавычках, работать на него. Вот это важно. А то искусственный интеллект заставит человека работать на себя. Работать будет страшно. Я боюсь, что искусственный интеллект в какой-то момент вообще может обойтись без человека даже. Ой, не надо. Вы уж там на форуме-то как-то обсудите, чтобы, да... Я думаю, что вот и важно давать знания и компетенции для того, чтобы человек себя чувствовал безопасно в цифровой среде. Друзья, давайте пока выдохнем, пока мы в безопасности и скоро вернемся. Друзья, мы продолжаем Ксения Якимова в гостях у страны ФМ, доктор экономических наук. Нам сегодня рассказывает о том, что же будет в ближайшем будущем. Но мы уже поняли, что 6 и 7 декабря будет интереснейший форум, на который можно и нужно сходить. Да, у вас очень много будет экспертов международных, зарубежных. Вот как вы выяснили, как специалист, Ксения, отличается вообще преподавание материала в зарубежных вузах от нашей российской системы высшего образования? Или, в принципе, сейчас подход какой-то глобально единый? Ну, самое главное, что зарубежные вузы достаточно, может быть, оперативнее, чем российские, могут реагировать на потребности рынка. То есть, если рынок диктует свои законы, несколько проще реагировать в рамках каких-то бизнес-курсов, коротких курсов. Ну, сейчас российская система образования, она тоже под это подстраивается. И такие курсы по выбору возникают в зависимости от того, что требуется до будущего управленца. Это курсы для кого? Это для студентов? Мы говорим, для студентов, для магистрантов, для аспирантов и курсы переподготовки. То есть, в Государственном университете управления это и курсы MBA, и курсы переподготовки. То есть, те, кто могут быстро адаптироваться под требования рынка. Мы, на самом деле, сейчас с вами в перерыв задели очень интересную тему о том, что есть определенная доля неравенства во владении цифровыми навыками, а мы, между тем, строим цифровую экономику. Эти навыки, на самом деле, выровнять достаточно трудно, потому что они связаны... Мы говорили о том, что взрослые поколения иногда вообще до сих пор не умеют пользоваться смартфоном, пользуются кнопочными телефонами и не очень активно пользуются интернетом. В то время как дети, наоборот, активнейшие пользователи, вот что мы имеем в виду тканей. Цифровых кураторов не хватает пока еще, Ксения. Вот не хватает цифровых кураторов. И на самом деле, допустим, 6 декабря на нашем форуме мы будем говорить об этом, о преодолении цифрового неравенства, о перспективах развития так называемого цифрового волонтерства, как раз людей, которые способны вести за собой и несколько сравнивать эти различия. Мы будем открывать кафедру ЮНЕСКО. Вообще наш форум проходит при поддержке комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Мы будем говорить на такой сессии «Социально-правовые и этические основы общества знаний», информационного общества. И вот эти вопросы как раз будем обсуждать, как это делать, какими технологиями, этично это будет или нет. Поскольку самое главное, что, может быть, вот эти возрастные отличия приводят к тому, что люди и не чувствуют потребности сегодня вовлекаться в этот цифровой мир. Пока еще. А мы их должны вовлекать, да, потому что иначе развивать это будет трудно. А, но вы видите, что у них есть уже свой образ жизни определенный, да? И они, так скажем, зону комфорта не покидают свою. Да, зону комфорта человек вообще покидает, прям скажем, очень трудно. Да, поэтому должны быть определенные навыки, и это действительно должны быть так называемые волонтеры, которые будут вот это неравенство исправлять и уметь это делать. Вы знаете, у меня еще какой вопрос назрел. Вы так всегда говорите, что вот лидер должен там то-то, то-то, то-то вести за собой. И мы говорили, что этот навык прокачивается. Но вот вы сейчас смотрите на молодое поколение. Не боятся брать на себя ответственность? Инфантильности нет? Инфантильности, да. Нам просто вот много приходит на вашем месте психологов, говорят, что там инфантильность и так далее. Вот вы как отмечаете? Ответственность берут на себя, не боятся предлагать, решать. Я хочу сказать, что, возможно, психологи работают с такой самой трудной частью молодого поколения. Не говорили за всех, да. То есть они не могут видеть полностью вот этот срез людей определенного возраста. Здоровые не идут психологам. Ну, во-первых, здоровые. А вдруг психологи сами не интересуются здоровыми. Ну, может быть, да. Мы видим ребят, которые приходят. Это такая случайная выборка, да, попавших на студенческую скамью. Видим их в разном возрасте. И я хочу сказать, что, возможно, сегодня цифровой век быстрее прививает вот этот навык лидерства. То есть человек может брать ответственность за себя. И это важно. И ему никуда не деться сегодня. Сегодня система образования работает так, что ты никому ничего не должен. Хочешь – делай, хочешь – не делай. У тебя есть программа, у тебя есть зачастую еще индивидуальная траектория обучения, так как это может строиться на сегодняшний день в системе образования. И ты должен сам за себя отвечать. Ну, говорить о том, что эту индивидуальную траекторию могут освоить все, тоже нельзя. И здесь должен быть обязательно тьютер, тот, кто поведет. Но изначально в управленцы идут не все. Поэтому у вас уже какой-то отбор получается. Ну, вообще, на самом деле, Государственный университет управления сегодня закрывает нишу, ну, во-первых, действительно, управленцев и менеджеров. Во-вторых, это цифровая экономика. А если мы будем говорить о менеджерах, то это отраслевой разрез, потому что страна такого индустриального типа на сегодняшний день. Развиваем ее таким значительными методами, используя цифровые инструменты. Ну, и, наконец, вот эта связка школа-вуз-работодатель, да, она прививает сегодня компетенции, которые понадобятся потом в реальном мире. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что если ты сегодня поступил в университет и видишь направление своего развития, то тебя программа образования по этому направлению, по этой траектории ведет. Может быть, это делается не так массово, как это было 20 лет назад, тогда все обучались по одной программе, да, основные дисциплины были продиктованы, а преподаватели читали из года в год одно и то же. Сегодня ситуация совершенно другая. Индивидуальный подход. То есть это индивидуальность, это другие компетенции. Преподаватель российский должен быть готов к тому, что студент зарегистрируется на платформе образовательной, да, на той же Курсере, допустим, да, и увидит другого уровня лекции. Поэтому это такой определенный тренаж сегодня для преподавательского корпуса, но и огромные, колоссальные возможности для студента. А как преподаватели, кстати, переквалифицируются? Это тоже люди уже, так скажем, взрослые. Разные, да, сложившиеся. Много лет читавшие одну и ту же лекцию. Например, и тоже... Как меня сразу схватили. Ну, просто интересно, но и тоже надо изучать и следить за тем, что Apple производит, ну, я не знаю, например, и уже быть в теме всех чатов, каких-то приложений. А как иначе? Ну, на самом деле, вот эта фраза «образование длиной в жизни», она как для студента, так и для преподавателя. То есть если преподаватель сегодня выпадет из контента, это будет еще более заметно, чем это было бы 20 лет назад. Поэтому здесь преподавательская работа, она тоже стала... Не расслабишься. Несколько другой, да. Где-то можно заменить электронными лекциями, конспектами, но мы провели нашим социологическим центром, студенчество опросили, как они относятся вообще к замене живого преподавателя в аудитории, как они относятся к тому, что им будут показывать там интернет-ресурсы, лекции записанные, презентации, кейсы переложат на цифровой контент. И вы знаете, студенты очень по-мудрому отнеслись. То есть большинство студентов хотели бы сочетать сегодня живого преподавателя, общение с ним, с таким вот содержательным контентом, который может им предложить сегодня онлайн, допустим, образование. Ой, ну какая дисциплина нужна, чтобы самому это все выучить на должном уровне, чтобы тебя никто сверху не контролировал. Не знаю, не знаю, да. Друзья, что мы знаем, что сейчас необходимо маленькую паузу сделать, после которой мы вернемся к обсуждению будущего. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Дамы и господа, они не изобретают автомобиль времени, они делают будущее настоящим и зазывают вас туда же. У нас сегодня в гостях Ксения Якимова, проректор Государственного университета управления. 6 и 7 декабря там состоится интереснейшее мероприятие, на котором можно оказаться. Да, регистрация бесплатна. Все подробности на сайте go.ru, да? Да. И мы можем еще приглашать людей, потому что, в принципе, площадка ограниченная, но она большая, и успеть попасть туда можно. И на самом деле одновременно будет идти не только пленарная сессия, будет идти выставка и цифровых лабораторий, которые сегодня созданы в Google. Ого, здесь сейчас поподробнее. Да, здесь как раз и покажут новые технологии обучения. Это и VR-лаборатории. VR — это в очках виртуальной реальности. То есть это та реальность, которая быстро-быстро прививает компетенции, которые можно в ограниченное время получить. Поэтому это и лаборатории, это и выставки новых онлайн-продуктов. Все это будет организовано и с 9 утра до 6 вечера прямо на территории ГУ, перед входом в основной зал пленарного заседания. Метро Выхина, друзья. Метро Выхина. Да. Будет организована вот такая выставка. Будут идти открытые стендовые доклады. То есть вам не просто покажут, но еще и объяснят и разрисуют перспективы, самое главное, использование этих инструментов. Поэтому мы ждем всех. С 9 до 6 в любое время можно подходить? Ну, то есть если зарегистрироваться, подойти, да. То есть зарегистрироваться на сайте – это очень легко. Таким образом вы получаете возможность пройти выставку, участвовать в пленарном заседании, смотреть непосредственно онлайн-трансляцию. Параллельно будут идти лекции академиков. У нас выступает, допустим, академик-клейнер Георгий Борисович. Он будет говорить об интеллектуальной экономике цифрового века. На это тоже сегодня есть такая серьезная повестка, и есть вопрос, на самом деле, как развиваться человеку в цифровой экономике. Будет очень хорошая международная сессия организована у нас. Она будет проходить с половины второго до четырех. Она организована совместно с ИТАРТАС. И это основной вопрос, который будет обсуждаться, социально-этические вызовы эпохи цифровизации. То есть здесь... Ну да, что можно говорить, что нельзя. Как это все легко распространяется в сети, и уже никакого регламента нет. Для того, чтобы понимать последствия того, о чем мы говорим. Вопросы нравственности, да. В общем, тоже... И вообще и правовых последствий. То есть это центральные вопросы и второго дня. Потому что седьмого у нас сессионные заседания. То есть это секции, тоже очень серьезные, где будем говорить и об этических аспектах, и нравственных, и правовых аспектах. То есть это все будет организовано седьмого, также с десяти утра. Секции будут работать. Нужно зарегистрироваться и прийти. Можно переходить, слушать, да, то одного спикера, то другого, участвуя непосредственно в обсуждении. Если там буфет, Ксения, если на два дня придешь... Буфет — это самое главное. Конечно, как интересно. Поэтому встречаем всех в приветственном кофе и кофе-поем. Отлично. Друзья, это для всех, не только для студентов. Мы хотим донести эту мысль, что любой человек любого возраста абсолютно может зарегистрироваться, прийти, посетить. Ну, я думаю, от старших классов, да, наверное, и там уже дальше до бесконечности. И до бесконечности, да. То есть на самом деле ждем всех, и я думаю, что дискуссии будут очень интересными. Что вообще в будущем вам бы хотелось, ну вот как людям, представляющим эту высшую школу, ну, хотелось бы что? Получить от этого форума. Потому что был же уже первый форум, да, сейчас второй. Да, для этой итоги вы подвели. Да, то есть для нас, как для высшей школы, ну, знаете, сегодня такое состояние головокружения от перспектив. То есть на самом деле вот эти цифровые методы могут как здорово помочь преподавателю, да, и облегчить его жизнь. Так я и сказала, что это постоянный тренаж для того, чтобы действительно преподавателям не выпасть из контекста. Это то, что касается преподавателей. А вот то, что касается общественности, закрепить сегодня для человека его место, показать ему направление развития, не испугать его сегодня будущими перспективами, вот это все важно. То есть только внимание, сколько сегодня уделяется развитию образования, это большой нацпроект, это и вопросы инноваций, это и вопросы международных коллабораций для того, чтобы развивать образование. То есть Государственный университет управления, он сегодня работает, но у нас как минимум 45 ассоциаций международных, в которые мы вовлечены. Мы понимаем, куда двигаться. 75 крупных международных гигантов, с которыми мы работаем, это представители реального сектора, это представители, которые сегодня делают софт и наполняют будущее вот этими цифровыми вызовами. Они делают сегодняшнюю повестку, а мы должны соответствовать этому. Скоро, мне кажется, классные специалисты будут иметь уже по 3-4 высших образования, потому что по-другому никак. Нужно будет постоянно переучиваться, переквалифицироваться. Вопросы в том, сколько они будут иметь компетенции, как часто они их будут менять, в зависимости от ситуации. Ну вот ГУ вам в помощь. Спасибо. Переквалифицирует, поможет, обучит, научит. И самое главное, мы расскажем об этом. Устроит работу, даст практику. Так что все будет в ваших руках. Расскажем об этом, мы пообсуждаем 6 и 7 декабря. Спасибо вам огромное, безумно интересно. Мы желаем вам успехов, удачи и до встречи. Ждем вас на форуме. Спасибо огромное. Друзья, у нас в гостях была проректор Государственного университета управления Ксения Якимова. Будем следить за развитием событий будущего. Спасибо вам. Спасибо вам за визит. До новых встреч. Наука и технологии.